Вряд ли жители столицы знают, что после реконструкции спорткомплекса Лужники их дети играют на переработанных отходах. Покрытие детской площадки около главной футбольной арены сделано из отработанной резины. Сейчас резиновые настилы используют при строительстве многих спортивных и детских объектов. В нижнем площадок с таким покрытием немного, но они есть. А вот мусора, которому можно дать вторую жизнь, в избытке. Евгений Рыжков работает в лесном хозяйстве четверть века. Свалка такого масштаба на его памяти первая. Все так выделяют какие-то химические элементы. Во-первых, они разлагаться, может, я не знаю сколько, но может они там сотни или больше сотни лет. В нашей стране регулярно по лесам выявляют все новые и новые свалки отходов. Так, например, в Арзамасе лесники выявили вот такую немыслимую кучу отработанных покрышек. А ведь все это можно расценивать как сырье и ресурс. Получается, что россияне попросту зарывают деньги. Нанесенный экологии ущерб вызвался ликвидировать предприниматель. Его бизнес заключается в переработке этого вида отходов. Получив зеленый свет от соответствующих ведомств, мусор вывозится. Согласно российскому законодательству, отработанная автомобильная резина не может быть утилизирована никаким другим способом, кроме как переработка. Данный вид отходов нельзя размещать ни на полигонах, ни на свалках. Рабочая группа подозревает, что свалку организовало местное предприятие, вывозящее и утилизирующее этот вид отходов. Поиском и наказанием виновных уже занимаются соответствующие органы. К выявлению незаконных свалок уже подключились региональные операторы по вывозу ТКО. По национальному проекту «Экология» с начала года в регионе обнаружено 267 незаконных свалок. Из них ликвидировано 190. Еще 77 в процессе. Во всех органах местного самоуправления составляются перечни несанкционерных свалок и уже проводятся работы по обследованию этих свалок. При обследовании участвуют сотрудники муниципалитетов, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области. На ликвидацию свалок муниципалитетам в этом году дополнительно выделено 100 миллионов из областного бюджета. Это поручение губернатора Глеба Никитина. Это правильное направление, потому что многие муниципалитеты не имеют собственных средств, имеют огромное желание, но вот эта подпитка финансовая, я думаю, вообще приведет к решению очень много проблем решиться. Вывезенные из леса покрышки отправляются на Богородский завод по переработке. Он крупнейший. Колеса на конвейере проходят по этапную обработку и измельчение. Работаем каждый день, перерабатываем порядка 220 покрышек, 250. На выходе получаются резиновые гранулы разных фракций. Это основа для создания прорезиненного покрытия на спортивных объектах. Покрышки из леса послужат для изготовления 3000 квадратных метров полотна. Это значит, что в области появится еще несколько десятков детских площадок, сделанных из переработанных отходов. Олег Лавров и Вячеслав Орлов. Время новостей.